Выжить любой ценой Я только что нашёл вот этот наконечник от стрелы. Возраст некоторых из них датируется буквально тысячелетиями. Видимо, их выточили коренные индейцы, которые использовали их для охоты и защиты от диких зверей. Эти равнины когда-то кишели безумными. Но если технология лука и стрелы устарела, это ещё не значит, что она не работает. А этот наконечник до сих пор острый, как бритва. Племена коренных американцев охотились с помощью лука и стрел на оленей, лосей и бизонов. Их умение выживать в условиях дикой природы не имело себя равных. Если могли они, смогу я. Смотрите, я развёл костёр в основании индейского вигвама, который тут обнаружил. Видите, камни вокруг. Здорово. Я набрал прутьев и перьев для стрел, ольховых веток для лука. Порода дерева не идеальна для моих целей, но это всё, что у меня есть. Может, у меня не лучший в мире орудия, но речь идёт о приспособлении использования того, что есть вокруг, чтобы попробовать поохотиться и выжить. Первым делом надо очистить эти прутья по всей длине от коры. Видите, хотя прут кажется довольно ровным, всё же вот здесь явно виден изгиб. Это значит, что стрела не полетит достаточно хорошо, надо её немножко нагреть. Надо подержать её над костром, она станет мягче. И тогда можно будет её распрямить. Следующий шаг — прикрепить остриё стрелы, и нитки от моего параплана идеально подойдут для этой цели. Потом растопить немножко смолы. Смешать её с горсткой древесного угля и получить хороший клей. Перья должны прикрепляться очень аккуратно, иначе стрела не полетит прямо. На ней спиральная насечка, за счёт чего она будет крутиться. Теперь соорудим лук. Просто заостряем. Один конец палки. Потом подержим её над огнём, чтобы она подсохла. Так лук задервенеет и станет намного крепче. Из провода получится тетива. У меня должно быть с собой 15 метров. Теперь опробуем его в деле. Можно отправляться на охоту.